Всем доброго утра! Мы сегодня покажем вам наш утренний завтрак Как вы видите, что мы готовим сырники И заодно поделимся своим впечатлением о Франции Вот такая погода преследовала нас все 10 дней, в которых мы находились в Париже Дождь, ветер, холод На самом деле это 2 дня было более-менее солнечно Ну как, с тучками, но остальные дни, наверное дней 5, шел дождь с небольшими перерывами Но небо было примерно вот такое Под дождем мы катались на аттракционах Флориш произвел впечатление дождливого города, по крайней мере на майские праздники Вот видите, вот как люди с зонтиками идут Вот так мы и ходили по городу Доброе утро еще раз Наши сырники уже приготовлены Кофе готово И мы хотим с вами поделиться Понравился ли Париж нам, понравились ли мы Парижу Начнем с завтрака, пожалуй Мы жили в недорогом отеле, но завтрак у нас полагался Завтрак стоил там вообще 15 евро на человека Но поскольку мы покупали по спецпредложению, он нам обошелся бесплатно Потому что мое мнение, конечно, что 15 евро он не стоит Ну раз бесплатно, как говорится, да То есть если вы там бронируете на сайте отеля, там заранее То вы за ту же цену получаете завтрак в ключах Ну это я почему-то бесплатно Вот, и на завтрак у нас были почему-то постоянно Ну то, что одно и то же уже никого не удивишь Парижский отель, они вообще достаточно экономные Я вот был пару раз и помню еще это Что там было на завтрак Абельсины, киви, фрукты, которые немножко консервированные В соку, собственно, плавали Да, йогурт, йогурт Потом Что я запомнил, помидоры и тунец Да, вот это было регулярно Первые пару дней я радовался, потом он меня жутко смертельно надоел Кофе, сок Кофе, кофе из кофемашины, конечно Готовые завтраки Ну, в общем, наверное, ты все А, фрукты, фрукты, яблоки Бананы Можно было выносить фрукты, что мы и делали То есть мы брали с собой в течение дня, чтобы покушать Брали с собой фрукты Ну, брали, да, брали с собой пару яблок в дорогу Это такое обычное дело Ну, первые пару дней им нравилось завтрак Потом надоел, конечно, своим однообразием Ну, в общем, так все чистенько, уютно А что меня удивило, что в одной из дней это была суббота И там сидели Сидел такой вот, как это, истинной елей Ну, с шапочкой С шапочкой, да И вот он сидел И, ну, девушка, скажем, которая занималась завтраком Она ему все подносила И кофе наливала, и резала там все в тарелочке Он ничего не делал, потому что суббота Вот, ну, это просто я про себя отметил Так, мне было это любопытно Вообще, этот район Парижа, он немножко Там много вот этих вот заведений Соответственно, еврейских ресторанчиков А, еврейских ресторанчиков вокруг И вьетнамских Вот как ни странно, да Японских Японских И еще был один ресторанчик Назывался он Украина Ну, да, и там еще было Ну, это помимо традиционных Кстати, вот этих вот кафе Которые, ну, всевозможной другой кухни Их было даже, пожалуй, больше Вот вокруг, в нашем районе Чем французских В итоге, после долгих поисков Мы таки нашли одно кафе Которое истинно французское Вот, но это нам потребовало Не одного дня экспериментов Вот, но оно уже зато было истинно французское А французское, так как Когда вам приносят вместо меню Приносят бифельную доску На которой французское написано Да, знаете, обычная школьная доска Черного цвета А на ней написано мелом Да, и, в общем-то, хорошо у нас Вероника знает французский Она нам помогала ориентироваться В этом списке блюд Хотя и иногда для нее тоже То, что в итоге оказывалось Было неким сюрпризом Да, а хотела еще добавить Одну вещь Как я заказала себе десерт Он был указан как бы Сладкой категории Естественно, когда я заказывала Я была уверена, что мне принесут Сырный тортик Из чего он состоял? Мне принесли доску деревянную А, это да, это был сырный десерт А сырный десерт, ну, в понимании Вот в Парижном, это был действительно Ассортимент сыров, положенный на листья салата Оленке принесли на десерт Ну, потому что нормально Ну, маленький, четвертинка маленького куска сыра Два кусочка яблока И два листика салата Все Вот еще состоял Такой десертик Мы попробовали Несколько парижских кафе Мы, конечно, сосредоточились на французской кухне Вьетнамскую и прочем Мы, по-моему, да, ни разу не пробовали Была идея зайти в японский ресторан, но все-таки в итоге нет А, но мы пару раз вечером возвращались или поздно И были достаточно уставшие Поэтому мы пользовались фастфудом в виде лапши Вот как у нас лапша Вонг Да, то есть у нас там недалеко от метролога Это было всего два раза Достаточно быстро И поэтому, когда мы шли уже поздно вечером, нам ничего не хотелось Мы просто брали лапшу и брали рядом бутылку вина какого-нибудь французского И детям что-нибудь попить И шло в номере на ура В номере у нас был чайник, чай, кофе и все такое Но мы почему-то редко действительно пользуемся этим Потому что то ли уставшие были Нет, когда мы только прилетели, мы выпили кофе И что интересно, да, внизу, вот, что мне понравилось в этом отеле Ну, отель называется Аида Аберай, если кому-нибудь будет интересно Что вечером, да, начиная с четырех, по-моему, у них внизу все время лежат булочки, сок, вода Вот такой вот, да Шоколадные рулетики, яблоки, бананы Да, то есть, если кто-нибудь оказался в отеле днем или даже вечером Вот мы приходили вечером, можно там взять что-нибудь там, булочек, даже если вы забыли что-нибудь купить Ну, хотя такое, ну, случается вокруг много магазинчиков Но, к сожалению, как везде, в Париже магазины довольно рано закрываются, да Но есть лавочки, которые держат, ну, условные пакистанцы, в моем понимании Они работают опоздан, но ассортимент там, конечно, бедненький, цены раза два выше Лучше всего магазинчики типа вот Каринфор, там, или подобные В которых действительно цены ниже наших московских Да, там продаются салатики, они уже готовы Если, допустим, вы турист и хочется покушать, прийти в расслабленном таком состоянии То можете взять уже готовый салатик, прийти в номер и покушать Включить в телевизор какой-нибудь любимый сериал и просто наслаждаться отдыхом Ну, а сэндвичи продаются по Каринфории Сэндвичи, да, любые Отличные виды французских булочек и круассанов Очень дешевое вино И самое интересное, что, ну, у меня такое впечатление создалось Может, я не в той секции, там была огромная секция с винами И, ну, буквально самое дорогое вино там стоило 12 евро, да Ну, я не знаю, может быть, я просто зашел в обычный Каринфор, там, и продаются дорогие вина, да Но вот то, что мы брали там, где-то примерно по 8 евро было просто великолепное вино И в ресторане оно бы обошлось нам больше, чем 20 Вот такие вот цены на вино Да, в ресторане сколько стоит вино, по-моему? Ну, вот вино нормальное стоит где-то 20-25 евро Ну, и дорожен, конечно, там предел неограниченный Очень дорого, почему-то у Франции шампанское там почему-то считают Ну, видимо, это для туристов А, шампанское, кстати, по поводу шампанского, да Когда мы поднялись на Эплевую башню Там на самом верху предлагалось выпить шампанское Сколько, например, вам стоило? 12 евро за бокальчик Ну, бокальчик добавили в подарок Бокальчик был пластиковый, но светящийся Это в качестве... Маленького презента Презента Презента, за день деньги Да, ну, приятно на самой высоте выпить шампанское На Эплевую башню А, вот, что еще касается по поводу еды По поводу еды мы все рассказали А, ну, и когда вы приходите в ресторане Вот мы ни разу, даже за самый хороший плотный обед на всех Мы заплатили там даже до 100 евро, не таки 0, где-то 90 евро заплатили А так вообще, поскольку у нас дети едят мало Леночка тоже у нас кушает там в основном салатики, да То есть нам обед в ресторане выходил где-то там в районе 70 евро 60-70 Причем, да, это еще и... Во Франции можно брать как по бокалам вино А так четверть литра или пол-литра тебе перельет в графинчик Или бутылку вина Ну, в зависимости от наших потребностей Вот нам обед выходил в сумму от 70 до 90 евро Когда мы всей семьей сидели А, забыл еще сказать Когда мы заходили в один ресторанчик Там ходил мужчина Пел на музыке То есть, не пел, а играл на музыкальном инструменте Очень долго стоит И ждет, пока вы получите ему денежку Конечно, немножко это неприятно Просто вы кушаете, но хотите насладиться отдыхом А стоит перед вами и начинает брендеть И просто вынуждает вас что-то дать Не, на самом деле, в Париже действительно есть эта манера Очень часто в метро В электричках приходят люди, которые начинают играть И ждут, потом ходят, собирают Но это, по-моему, издевательство Потому что, когда люди стоят где-нибудь на переходе улицы Я это понимаю, да, там иногда и можно дать деньги Если человек действительно что-то хорошо делает Но когда он вам навязывает свою музыку И вы не можете от нее отказаться Это, по-моему, некий вид такого хамства Но в Париже оно очень сильно распространяется Да, там играют или на трубе, или на гармошке Они включают в таком специальном сундучке музыку Как бы, которая звучит И они под эту музыку постраиваются Очень долго, минут 15 они играют А потом они ходят по вагону, собирают денежку Ну да, нет, ну минут 15, конечно, может быть поменьше Потому что у них вагон не один, минут 5, я бы сказала Вадик, мне такое впечатление сложилось Что, ну, 15 я играла Да Ну ладно, вот это, в общем, что касается музыкальных инструментов В парижском метро А так, в принципе, все более-менее Метро, а, метро, единственная есть, может быть, для многих неприятная особенность Это, многие отмечают, что там практически отсутствуют эскалаторы И все переходы очень длинные Поэтому, если вы там, допустим, попали Ну, я просто для себя отметил У нас как-то по-другому было Но если вы попали в метро с чемоданами То вам придется потаскать, хорошо Я, по крайней мере, не сильно там замечал вот этих вот лифтов И в некоторых местах есть, но нельзя сказать, чтобы они уже прямо везде были И переходы, в основном, между станциями длинные и закупленные Подъемы вверх-вниз Они очень понятные везде Все изображения есть, что и чего куда Но очень длинные Длинные переходы И все линии Петрового метро, Парижского, они все разные То есть на некоторых ездят вагоны одного типа Но это не самое главное Самое главное то, что в некоторых поезда идут прямо и долго Вообще, как в московском метро А в некоторых поезда идут постоянно миляя влево-вправо Леночку укачивает Поезд как-то, как-то, как-то наклоняется на поворотах туда-сюда Все это там не то, чтобы скрипит Но так вот, как-то так наклоняется, как в этом сапе Вот И станции очень короткие Вот тут понаклонялся, понаклонялся Следующая станция Потом Вот, поэтому иногда для того, чтобы Ну, все, короче говоря Париж предназначен, конечно, для пеших прогулок Если бы не погода, очень сильно нас подпурсившая отдых То вообще бы мы, наверное, в метро бы спускались бы гораздо реже Но нам понравился второй вид транспорта Это РЭР, я бы назвал его скоростным метро Поскольку это не совсем та электричка Но она, тем не менее, делает большие пролеты между станциями Ходят там поезда, может быть, чуть-чуть пореже Но зато он едет быстро И можно добраться из одного конца в город В другой, там, буквально за 15 минут И, конечно же, Париж, это город, в котором огромнейшее количество народа Это мы уже оценили И везде очереди В любое место, где вы хотите посетить туристическое Оно подразумевает от собой очередь Но это мы расскажем отдельно Как мы посещали музеи Сколько это нам вышло И стоит ли не стоит ходить в этот музей Ну, конечно, из любопытства Все равно можно сходить Но лучше услышать отзывы от людей Которые выставили и уже могут рассказать об этом музее Я бы ходил во все музеи Если бы была возможность Но меня останавливает Вот в Париже, по крайней мере, не финансово Кстати, мы купили музейную карту Которая нам позволила В Париже, первое, дети до 18 лет Ну, почти во все музеи проходят бесплатно Дети у нас шли бесплатно всюду И мы купили музейные пропуски Ну, мы купили на 6 дней Нам обошлось в 65 евро То есть, ну, там есть разные Там на 2-4 Вот мы купили на 6 дней И мы ходили во все музеи В некоторые музеи нам это удавалось Хоть становиться в более короткие очереди Но вообще, самые большие очереди в музее В Париже, это не очереди в кассу А очереди на пробирку сумок И на проход граждан через метаискатер То есть, даже если у вас нет сумок Вы все равно автоматически попадаете в эту очередь Учередь идет очень медленно Учереди длиннющие И мы в Арсе постояли тут чуть ли не 2 часа Чтобы попасть в Арсе, имея билеты Вот такие вот особенности, конечно Но это потому, что в Париже много народа И очень много народа, которые желают приобщиться к искусству В основном люди идут в такие популярные, скучные музеи То есть, в музее, к которому мы попадали в детки Музей Карнавали, да, так он называется, по-моему Нам очень понравился, там не было очереди вообще Вот, в Сен-Шотель мы даже не стали пытаться стоять Мы как увидели эту очередь И постоянно увидели... Это как катакомба? Нет, в Сен-Шотель это петражи Мы когда-то были, с Вероникой ходили, смотрели Поэтому я предложил, Юночки, будем стоять Мы увидели эту очередь Оценили, что это часа полтора стояния И как-то нам, ну, расхотелось То есть, в общем, мы решили, что это не стоит того То есть... И мы хотели попасть в катакомбы По той же причине Но там, конечно, это спорное место Некоторым нравится, некоторым не нравится Да, если кто-нибудь в курсе Это место, куда свезли Костя со всех парижских кладбищ И там похоронено там около Я даю память о трех миллионов человек Или шести миллионов Я уж не помню, как путеводитель написано Вот, но штука в том, что туда очередь надо стоять В любое время мы туда были сколько? Два раза мы туда попадали случайно Во второй раз мы думали, что очередь будет меньше Она была еще больше Но оцениваемое время стояния в очереди Около двух часов Да, мне, Татья, понравился музей канализации Мы только не спускались Ну да Мы не будем раскрывать все карты Вадь Не будем Вот не будем раскрывать все карты Не, ну да Больше всего мне понравилось А мне понравилось наше путешествие по краю кладбища Перла 6 Мы были на двух кладбищах Перла 6, Леночка облазила все, что ей понравилось Мне очень понравилось заглядывать в склепы Да Из любопытства просто Что там лежит Обычно, когда дверь закрыта Иногда хочется заглянуть, что же находится внутри Открыть и взглянуть Вот такое мне было любопытство Помещались мы по городу В основном на метро На Рэр Пару раз пользовались автобусом Нам было удобно Все очень четко, быстро по расписанию Вообще транспорт в Париже замечательный И если вам повезло И вы в Париже на неделю Примерно с понедельника по воскресенье То очень рекомендую покупать проездное Единственное, что для него нужна фотография И мы с собой не захватили И пришлось фотографироваться в будке метро Это вот так вот выглядит парижский проездной Недельный Но это электронная карточка И главное, что вам нужна будет фотография Либо вы ее привезете заранее с собой Подойдет любая Как выяснилось, я почему-то думал, что там где-то было написано На сайте 2,5-3,5 Нифига подобного Эта фотография по размеру Где-то 3,5 на 4,5 Она великолепно туда отписалась Но трудность состояла в том, что Автоматы для фотографирования Они везде Стоят 5 евро Но стоит 5 евро Но нам нужно иметь 5 евро Либо монетами, либо одной купюрой А поскольку у нас было 4 человека То нам нужно было Нам не было У нас не было, короче говоря То есть 20-ник был А 4 по 5 не было И нам пришлось идти менять Не, она плотно засела Ну, да, неважно А непонятно, зачем ее вытаскивать Собственно говоря, не вижу повода ее вытаскивать оттуда Одна карточка с щипом А другая с фотографией Они вставляются одна в другую Номер у них совпадает Здесь пластмассовая такая штучка Да, этот проездной можно продлять Заряжать на этот самый Дальше, дальше и дальше Вот, то есть Ну, примерно как и Не, в Москве такого нет Вот, в Москве, по-моему, нет уже Мы взяли недельный проездной И альтернатива этому Это покупка билетов Пачками по 10 штук В Париже до сих пор так продают Как и 10 лет назад Но это, конечно, обойдется вам дороже И можно брать проездной Мы взяли проездной на 5 зон И мы в результате могли ездить еще и в Диснейленд И мы съездили в парк Астерикс И куда-то мы еще далеко ехали Ездили в Версаль Версаль, кстати, у нас произвел удручающее впечатление Версаль нам совершенно не понравился На очередь, имея билеты, вы стояли в час Мы выставили там В очереди на проверку сумок и проход И в результате, что мы получили То есть, грубо говоря Получили Вот я с Крымом сравниваю Реводийский дворец во втором мемориале То есть, когда Пакт тот, что революционные французы Все, что могли, вывезли Все разрушили после этого Оборотистые французы Практически ничего не восстановили То есть, у вас есть возможность посмотреть на красивые окна Красивую роспись потолков Больше ничего, больше ничего не осталось Огромная толпа народа, которая Пялиться на эти окна и потолки То есть, выходите в такой плотной толпе Особенно много было японцев и китайцев Да, единственное, что потом Ну, довольно красивый сад Но он масштабный И фонтаны еще не работали Вот май И эти фонтаны, мало того, что они не работали Они находились еще в стадии покраски То есть, практически все фонтаны были обнесены Этими строительными лесами Там трудились люди, которые в масках Там все это подкрашивали, подлатывали То есть, было впечатление такой некой Развернувшейся стройки в самом разгаре Но по этому саду ездит поезд Маленький такой По-моему, четыре вагончика Он объезжает весь сад И очередь на этот поезд тоже около часа Мы там стоять не стали Мы пошли в школу Я хотела еще одну вещь добавить То, что когда мы жили в отеле Вороника рассказывала То, что когда она утром колола свои кроссовки Носки колола на кроссовке Утром просыпалась У нее кроссовки были в разные стороны И носочки И это был не первый день На второй день И на третий повторилось То, что мы решили Что под Вероникиной кровати Явно кто-то живет Потому что она ночью не вставала И она точно помнила На трезвую голову То, что она положила именно так Свою обувь Так что вот Верь, не верь Но вот Действительно Такое и бывает И хочу сказать То, что на этом мы заканчиваем Потому что получится Очень длинное видео Продолжение следует Мы расскажем еще О своих дальнейших впечатлениях О Париже И ответим на ваши вопросы Если будут актуальные вопросы Но если кто-нибудь собирается в Париже Собирается, судя по всему Очень много народу Постопу Да, мы встретили очень много Русских в Париже Русскоговорящих Русскоговорящих было Очень много Просто мы не ожидали Такого наплыва В майские дни Да И туда и обратно летал Большой горбатый Боинг 747 То есть 450 человек Каждый день Минимум это только Трансайра Еще неизвестно Сколько летал аэроплотом Кстати Первый раз меня в Трансайра Кормили чем? Пирожками с картошкой Я, конечно, не так Что там обозладал Особой надеждой На обед в самолете Но такого Такого крутяка Не было Мы с Верамика не ели Андрюха Тастя Тоже не ел Летели мы 4 часа Вот Мы отказались От такой еды Я попробовала Честно Я попробовала Маленький кусочек У меня просто Не знаю Не буду рассказывать Не буду Все Все На этом, да Заканчиваем Потому что будет Действительно Слишком длинное видео Рассказывать Мы побывали Мы побывали Мы были на кладбищах И во многих Интересных местах Так что Продолжение следует Да Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok